До 20-х чисел августа столько в республике будет действовать купальный сезон. Жители и гости Хакасии смогут греться на теплом песке и осваивать водные просторы. Но делать это желательно в пределах официально отведенных пляжей и акваторий. Это не просто слова, а вопрос профилактики несчастных случаев и заболеваний. В начале лета специалисты Роспотребнадзора традиционно проверяют в зонах отдыха качество воды и песка. По результатам лабораторных исследований этого года признали годными пляжи пока только в Абакане, Саиногорске, Ширинском и Аскизском районе. Остальные еще на стадии экспертизы. Параллельно с эпидемиологами оценивают состояние акватории и спасатели. Они несут дежурство на берегу весь сезон, регулярно проверяют дно водоемов и в случае ЧП приходят на помощь тонущим. У человека 2-3 год вытаскивают. На знаменитых же Ширинских озерах спасать приходится в разы больше. Чаще всего людей на надувных матрасах. Заплывают слишком далеко, грести обратно оказываются не в силах. В ГИМС напоминают, матрас предназначен для отдыха на берегу. Если же на воде, то желательно на мелководье, в пределах буйкового ограждения. Это защита от маломерных судов. Использовать лодки и гидроциклы официально разрешено в местах не ближе 100 метров от купальной зоны, а также вне водоохранной территории. Если они туда заедут, это будет нарушение статьи 11.7, часть 2. И за это может быть не только предупреждение, но даже лишение прав на управление маломерным судном. Кстати, наличие удостоверения – это лишь одно из требований к управлению моторной лодкой или гидроциклом. Самое первое, что надо сделать, это зарегистрировать это маломерное судно в инспекции по маломерным судам. Пройти техническое освидетельствование этого маломерного суда. Не стоит забывать также и о том, что перевозить пассажиров можно только в спасательных жилетах. Не менее важные советы отдыхающим сегодня дают и медики. Собираясь на пляж, важно запастись достаточным количеством воды, легкого морса или компота, но не алкоголя. Мы же теряем жидкость, организм должен ее восполнять, поэтому питье обязательно. Еда должна быть легкой. Мы-то, конечно, привыкли брать с собой мясо, шашлыки. Но это тяжелая пища, и она, понимаете, это идет дополнительная нагрузка на организм. Перекусы, да, фрукты, овощи, пожалуйста. Мы все любим брать с собой арбузы. Кроме того, в пляжной сумке обязательно должно найтись место для крема от солнечных ожогов. С собой нужно взять головной убор, особенно по нам и необходимы дети. В случае теплового удара пострадавшего важно перенести в тень, охладить тело, дать воды и вызвать врача. Еще совет. Резко входить в воду после длительного перегрева нежелательно. Перепады температуры организм может не выдержать.